Книга «Открытым оком», том 14 вопрос, 2903, тема литература. «Как по-вашему, Булгаков классик? Сейчас по телевидению выходит фильм «Мастер и Маргарита». Стоит ли его смотреть?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Слово «классик» означает, что какой-то художник, поэт, писатель, композитор, деятель науки признан великим, а творение его считается бессмертным в веках, и значение его не гаснет. Если исходить из этого классического определения слова «классик», то к таким среди людей мы можем причислить всех пророков, начиная с Моисея, апостолов, чьи труды не утратили своего значения и через 20 столетий, и святых отцов церкви. Но каждый народ и представитель своей приверженности к мировой религии назовет совершенно других людей. Но для меня они не классики. У меня, как христианина, свое определение, и к классикам я никак не могу отнести Баламута Булгакова, который только булгачит воображение. Хотя есть у него вещи из собачьего сердца автора, которые можно интерпретировать и в высоком смысле. Про мастера и Маргариту мне даже и не напоминайте. Это бред сумасшедшего, одержимого демонами, прокуренного и сблудившегося писаки. Утверждают, что он являлся сыном профессора Духовной Академии. Дед его по отцу был батюшкой Иоанном Авраамьевичем. Дедушка по матери Варваре был протеереем церкви Казанской иконы Божьей Матери в Карачаеве. Михаил Васильевич Покровский. Вот таковы корни и отростки синодальной преемственности от попов. Тогда легко поверить его одержимость бесовскими силами, которые и навещали ему столь кощунственное. Всё, что касается библейских событий, неприкасаемо. На всём не кости и череп, но полыхающий ад и ужас разлуки с Богом. Притча 36. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Откровение 21.8. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнём и серою – это смерть вторая. Как только Булгаков коснулся евангельских персонажей, так рак поселился в его организме, и он сошёл в преисподнюю, быть может. Презренная Гаврилеада сдёрнула с лица земли Пушкина. Демон увлёк в тьму Лермонтова. Темы Библии запретны и темы для фантастов. Можно их пересказывать, переносить на сегодняшние дни, не прибавляя к сказанным в Библии ни слова. Услуга за услугу предлагают. Торгашеский обмен нередко на слуху, вербует в псы плюгавенькие легавы, иначе срам в печати и сотни оплеух, и пятится мобильное сознание, так хочется очаг свой сохранить, и баш на баш, как договор между нами, на горло совести, и слышен только хрип. Пророки древности, начнём от Моисея, громили ложь, в неправду сходу нож, сжигали терния, что сонным враг насеял. Посланник Иеговы к нему в молитве вхож. Нам в Библии примеров целый ряд, как совесть сохранить бескомпромиссно. Когда поля в сомнении горят, то, кажется, вовек не сохранится. Доверившись Иисусу с Ним пройти, не покривить душою ради выгод, к земному счастью часто зло впритык, и к небу запечатывает выход. Плоть ищет сладкого, покоя и комфорта, уютно деточек пристроить не на день. И защищаются духовные аборты, какая разница, хламиду чью одеть. И нет лица, ни запаха, ни вкуса, аморфная колышется амеба. Таким не место в воинстве Иисуса, не холоден и не горяч, а теплый. Извергнется из уст домовладыки, когда душа на побегушках плоти, не для того же кровью мы омыты, чтоб соглашаться, как нас змей проглотит. Мы Божьи, мы в Иисусовой овчарне, в словах, делах и мыслях неразменны. Сыны чертога брачного не могут быть печальны. Мы с женихом всегда в молитвах на коленях. 26 декабря 2005 год. Игнатий Лапкин.